В российской столице этой ночью пошли под сносы десятки незаконно возведенных торговых точек на следе 90-х. Владельцы долго предупреждали, павильоны угрожают безопасности горожан, особенно те, что находятся в ходах метро, где всегда многолюдно. Это, к примеру, Чистые Пруды, Таганское, Сухаревское. Но устранять нарушения мало кто соглашался. В итоге пришлось прибегнуть к крайним мерам. Затем, как наводят порядок на улицах Москвы, наблюдал Георгий Алисашвили. Демонтировать пришлось принудительно. Почти никто из собственников сооружений, которые московская мэрия признала опасными, не стал разбирать свои постройки. И уже через час после истечения отведенного на это времени в дело вступили экскаваторы, краны и тракторы. 700 единиц техники работают в столице всю ночь. Сносу подлежат десятки объектов. В основном это заведения общепита и небольшие торговые точки в людных местах Москвы. О предстоящем сносе мэрия объявляла заранее, но лишь несколько владельцев согласились с претензиями властей и решили сами демонтировать или перестроить проблемные здания. Остальные собственники и арендаторы помещений словно не верили в то, что постройки снесут. Торговля здесь велась до последнего. И свое имущество предприниматели выносили уже из обесточенных помещений буквально за минуты до начала работы спецтехники. Торговцы даже пытались забаррикадироваться внутри опустевших павильонов. Оттуда их выводили полицейские. Уважаемые граждане, прошу всех покинуть за ограждение. Помещение в собственности. Это наша частная собственность. Земля у нас в аренде. У кого-то долгосрочная на 30 лет аренда, у других земля и вовсе в собственности, как и стоящие на ней постройки. Но проверки показали разрешение на строительство именно торговых объектов. Почти ни у кого из хозяев этих заведений не было. И понятно почему. Большинство из них возведены вопреки элементарным требованиям безопасности. Классический пример. Когда объект самовольного строительства расположен непосредственно над выходом из метрополитена. В 1998 году он был построен и введен непосредственно к объекту некапитальный временный. Со сроком действия на 5 лет. После этого объект оброс правами собственности. Сегодня объект демонтируется в силу того, что он является некапитальным и может угрожать жизнью и здоровью граждан. Причин десятки. Токсичные и пожароопасные стройматериалы. Несоблюдение правил строительства. А это риск обрушения. Создание помех на пути пешеходов. Из-за чего люди вынуждены выходить на проезжую часть. Но самое главное постройки возводились и разрастались в непозволительной близости от метро. Станции «Сокол», «Динамо», «Чистые пруды», «Сухаревская», «Авиамоторная». В первую очередь эти объекты создавались с нарушением строительных норм и правил. Они создают дополнительную нагрузку на несущие конструкции метрополитена. Во вторую очередь они создают препятствия для доступа к инженерным сетям. Под многими из этих построек трубы теплосетей и газопроводы. Случись что, оперативного доступа к месту прорыва у аварийных служб не будет. Если речь идет об утечке газа, где счет всегда на минуты, это прямая угроза жизни. Неоднократно предприятиям выписывались всевозможные предписания о том, что застроенность этого газопровода должна быть ликвидирована. Кроме того, все эти предписания регулярно направлялись в правоохранительные органы. Сегодня меры приняты. Собственники снесенных построек настаивают на компенсации. Этот вопрос пока остается открытым. Демонтаж городские власти обещают закончить в ближайшее время. И сразу же начнется благоустройство, очищенное от самостроя территории. Главная цель – восстановление архитектурного облика столицы, где уже не будет павильонов с пестрыми витринами и наспех сколоченных ларьков. Георгий Алисашвили, Эмир Тазудинов, Валерий Жичкин, Артем Тихонов, Первый канал.